Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей в студии Инга Габеша и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Перенять опыт столицы зимних игр 2014 приехали хозяева игр 2018. В Сочи прибыла делегация Южной Кореи. Как развивать курорты? Их научат, что называется на месте. В Сочи открылась международная школа молодых экономистов. В Сочи прошли гонки на колясках. На трассу Формулы-1 вышли спортсмены-паралимпийцы и участники фестиваля пара-арт. В Сочи открылся гостиничный ресторанный Олимп. Форум гостеприимства собрал десятки российских компаний. Роддом для саженцев планируют создать на Кубани. Питомник для селекции собственного посадочного материала в Краснодарском крае намерены открыть на базе научно-исследовательского института. Об этом сегодня губернатор региона Вениамин Кондратьев рассказал премьер-министру России Дмитрию Медведеву на агропромышленной выставке «Золотая осень». Она открылась сегодня в Москве на ВДНХ. Председатель правительства идеи заинтересовался, ведь собственная селекция – вопрос стратегический. Сейчас на Кубани и за рубежа ежегодно закупают около 2 миллионов саженцев. Сегодня мы на Кубани высаживаем 5,5 миллионов саженцев. 70% из них, конечно, импортный. Подбой или наполовину импортный, подбой тоже импортный. На агро-выставке «Золотая осень» Краснодарский край уже подписал одно соглашение. Совместно с Росрыболовством в регионе займутся восстановлением рыбоводческой отрасли на Азовском и Черноморском побережьях. Запасы ценных промысловых видов рыб снижаются, к примеру. Только судака в Азовском море за последние 10 лет стало меньше в 9 раз. Воспроизводство рыбы, в сути, у нас принципиально важно, потому что будет рыба, будет переработка, будет перерабатывающая рыбная промышленность. А для нас это, конечно, огромный рывок по тем районам Азовского побережья, где раньше была рыбная переработка, сегодня ее не стало. Пришло время объединять усилия с тем, чтобы совместно занимался этим и федеральный центр, и администрация Краснодарского края. И это вопросы, конечно, связаны, основные. Это воспроизводство, конечно, биологических ресурсов. Конечно, вопросы аквакультуры. Действительно, это перспективное направление. Краснодарский край здесь у нас один из лидеров по развитию моря-культуры и товарного рабоводства. В Москве трое кубанских аграриев получили звание заслуженный работник сельского хозяйства России. Награды лично вручил Дмитрий Медведев. Их удостоились глава крестьянско-фермерского хозяйства Роман Ковалев, главный агроном Виктор Вихтевский и генеральный директор молочного комплекса Владимир Ященко. Сегодня более 2,5 миллионов российских педагогов принимают поздравления о День Учителя. В нашей стране отмечают уже больше 50 лет. Изначально праздничным было первое воскресенье октября, но виновники торжества все равно принимали поздравления на рабочем месте. Именно поэтому дату праздника было решено перенести на 5 октября. Сегодня цветы и добрые слова от учеников принимают и педагоги Кубани. В своем аккаунте в Твиттере учителей с профессиональным праздником поздравил губернатор края Вениамин Кондратьев. Свой праздник отмечают 70 тысяч кубанских педагогов. Вы не просто даете знания, а вдохновляете, поддерживаете, верите в каждого ученика. Спасибо за преданность профессии, терпение, доброту, желаю здоровья и благополучия. И, конечно, гордости за своих детей. С Днем Учителя! Профессиональный праздник педагоги отмечают без отрыва от учебного процесса, но в честь торжества многие сегодня намерены сделать поблажки своим ученикам. Кубань собрала казаков со всей страны. В Краснодаре сегодня открылся первый всероссийский форум реестровых казачьих войск. На форум приехали представители всех 11 войсковых обществ. Участников приветствовали полномочный представитель президента, руководитель Федерального агентства по делам национальности и губернатор Краснодарского края. Вениамин Кондратьев отметил, что это знаковое событие в современной российской истории. Казачество прошло этап возрождения, становления, а теперь время развития. У нас всех объединяет одно. Нас всех. Безграничная любовь к своей земле, к своей малой и большой родине России. И самое главное, мы все хотим, чтобы после нас наши дети и последующие поколения тоже жили на этой земле и говорили на понятном нам языке. Мы сегодня поем наши песни, казачьи песни. Потому что за чуждой культурой придет чужая и чуждая идеология. Поэтому здесь мы не можем быть толерантными к тем процессам, которые никогда не были свойственны нашим традициям, нашему обществу. Потому что мы тоже должны сегодня суметь в непростых условиях себя защитить. Сегодня кубанские казаки – пример для многих, отметили на пленарном заседании. Они охраняют учебные заведения, следят за общественным порядком, патрулируют улицы. Атаманы районных казачьих обществ участвуют в жизни своих городов и станиц. Но этого недостаточно, считает губернатор Вениамин Кондратьев. Сегодня четко есть моя команда, что атаман районного казачьего общества по должности является заместителем главы администрации района. Вот здесь я условия создал, пока 15 атаманов стали замами главы. 15 человек – это мало. У нас 44 муниципальных образования. А где еще половина? Зашли бы внутрь зам главы администрации района. Вы присутствуете на планерках, вы понимаете, что происходит. Но не хотите принимать в этом участие. Нужно активнее быть, агрессивнее быть. Затронули в обсуждении проект федерального закона о развитии российского казачества. В ближайшее время он должен поступить в Государственную думу на рассмотрение. По словам вице-губернатора Край Николая Далоды, такой закон необходим для успешного развития казачества. Мы вышли на такой уровень, что стала уже необходимость объединить все реестровые казачьи войска в одно всероссийское реестровое казачье войско. Мы служили государству российскому и будем всегда ему служить. Сегодняшний форум – это первый шаг к тому, чтобы в ближайшее время собрать всероссийский казачий круг, который бы определил дальнейшее развитие казачества и рассмотрел вопрос о создании единого реестрового казачьего войска. Сейчас в каждой школе Край есть казачьи классы, открыты семь специальных кадетских корпусов. Под эгидой Кубанского войска работают 26 общеобразовательных учреждений. Кроме того, в этом году в Крае решили организовать Союз казачьей молодежи. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Сочинцы на конкурсе «Стратегии» могут представить себя в 2030 году. В рамках конкурса «Видение 2030» жители региона приглашаются к обсуждению долгосрочной стратегии социально-экономического развития Края. Конкурсная работа должна представлять собой текст из одного-трех предложений на каждую из заданных тем. «Я-2030», «Моя семья-2030», «Краснодарский край-2030» и «Мир-2030». Отправить работы можно на электронную почту, адрес вы видите на экране, или оставить сообщение к соответствующим записям в социальных сетях. Прием конкурсных работ осуществляется до 12 октября. Подведение итогов – 16 октября. Победитель получит приглашение на заседание экспертного совета форума, посвященного стратегии развития Краснодарского края. Мероприятие пройдет 24 октября в Санкт-Петербурге. Дорогу из Краснодара и обратно, а также проживание победителя конкурса в северной столице на время проведения форума 23 и 24 октября оплачивают организаторы. Как функционируют олимпийские объекты Сочи сегодня? Увидеть, поучиться и перенять опыт столицы зимних игр 2014 – прибыли хозяева игр 2018. Сегодня состоялась встреча главы Сочи Анатолия Пахомова с делегацией Южной Кореи во главе с ее чрезвычайным и полномочным послом Пак Робёк. Впрочем, олимпийский опыт – не единственная цель. В рамках визита обе стороны планируют наладить сотрудничество в разных сферах. В преддверии зимней олимпиады в Пхёнчхане, которая состоится в феврале 2018 года, делегатов из Кореи интересует, как использовать олимпийское наследие. Опыт Сочи гости оценивают положительно. «Я прилетел в Сочи только вчера, но утром успел прогуляться, посмотреть некоторые места. Я слышал, что под вашим руководством город очень активно развивается. Действительно, Сочи до Олимпиады и после неё очень отличается. Всё это благодаря вашим общим усилиям». Анатолий Пахомов подчеркнул, увидеть, как город живёт после Олимпиады и как используется инфраструктура, приезжают со всего мира. И пообещал всевозможное содействие корейским коллегам. И, конечно же, готов поделиться опытом проведения зимних игр. «Этот опыт колоссальный, потому что именно благодаря постолимпийскому наследию мы сегодня и стали, может быть, таким популярным городом. Благодаря олимпийскому наследию мы и стали круглогодичным курортом». Обсудили на встрече и долгосрочное сотрудничество в сфере туризма. В частности, заинтересовала гостей санаторно-курортная инфраструктура Сочи, модель работы которой они хотят привнести в свои прибрежные города, где расположены популярные места отдыха корейцев. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи открылась Международная школа молодых учёных в сфере экономики. Она проводится в четвёртый раз сейчас на базе санатория Заполярье. О чём мечтают будущие экономисты в нашем следующем сюжете. «Школа молодых учёных» – это научный проект министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофора Константиниди. Он одновременно является заведующим кафедрой финансового университета при правительстве России, поэтому в зале много студентов этого вуза. Программа «Школа молодых учёных» рассчитана на четыре дня. Темы актуальные и интересные. Политики, экономисты и студенты нашего края будут говорить об экономическом развитии нашей страны, о роли и месте России в мировых геополитических играх. В дискуссии присоединятся исследователи из Франции и Китая. Как известно, туризм и сатурно-курортные отрасли – одна из основных в экономике края, поэтому главная тема круглых столов и дискуссий – туристическая. Мы в этом году сформулировали тему «Туризм как драйвер современного экономического развития России». И, конечно, видим большую задачу, которую перед собой ставим – это формирование молодого энергичного кадрового резерва для экономики Кубани. Ну и, безусловно, мы понимаем, что туризм сегодня – это отрасль, набирающая обороты и дающая импульс развитию другим отраслям. Приветствуя студентов и молодых ученых, глава города Анатолий Пахомов рассказал о развитии Сочи. Все начиналось с Мацесты, не зря именно Мацеста изображена на гербе города-курорта. Здесь йодосодержащая, солевая вода в сочетании с субтропическим климатом дает эффект лечения верхних дыхательных путей. И это была идея. Она была заложена еще дореволюционными врачами-курортологами. Ну а дальше был труд многих-многих поколений сочинцев, которые создали наш курорт. А сейчас в Сочи вновь возрождается бальня водолечения, что востребовано. Участники школы молодых ученых смогли пообщаться с депутатами Государственной Думы, преподавателями МГУ. Сегодня студенты не ограничиваются только лекциями, они мыслят масштабно. Знать только свою отрасль им недостаточно, надо делать уверенные шаги, считают они и в политике, и в экономике. Если пересекаешься с политикой, то опять же ты уже предпринимаешь те же самые действия, но только еще и направленные не только на формирование и распределение бюджета, но еще и на благополучие, на благоустройство, на повышение уровня жизни нашего населения. Это такой масштаб, такой уровень, и еще выступают представители и власти, и науки. И это, естественно, интересно. Тем более мы студенты. Теория будет подкреплена практикой. Студенты покажут в Сочи все достопримечательности, в том числе образовательный центр «Сириус», крорт-горкий город и работу в санатории Заполярье, где, собственно, и проходит школа молодых ученых. Гелена Овсецна, Демид Даниловский, телекомпания «ФКТ». Гостиничные рестораны «Олимп» открылся в Сочи. В выставочных павильонах на Несебрской десятки ведущих российских компаний-участников представляют свою продукцию в направлении гостиничного и ресторанного бизнеса. Организатором проекта выступает компания «Сочи-экспо». Больше 15 лет гостиничный и ресторанный «Олимп» представляют в городе компании из различных регионов России, занятые в гостиничном и ресторанном бизнесе. Участников так называемого продуктового раздела с каждым годом становится все больше, а это значит, что интерес к развитию гастрономического направления растет. Город у нас курортный. Огромное количество санаториев, отелей, пансионатов, ресторанов, кафе, баров. Все, что нужно для их обслуживания и комплексного оснащения. Участники из 30 регионов России в этом году привезли сюда. Программа, как всегда, интересна как для обычного посетителя, так и для деловых посетителей. В рамках выставки широко представлено и направление санаторно-курортного комплекса. Здесь все, что касается оснащения объектов размещения, сервисного обслуживания и обучения специалистов. В этом году организацию выставки активно поддерживает Краевой департамент промышленной политики, который пригласил на форум ряд производителей Юга России в рамках действующей госпрограммы по поддержке предпринимательства. Мы ставим цель ознакомить предпринимателей, широкий круг предпринимателей о том, что есть в Российской Федерации, на территории Красноярского структура, которая защищает их права и законные интересы. То есть мы даем всю ту информацию, которая необходима бизнесу, для того, чтобы он сумел в случае необходимости защитить свои права. В этом году выставка стала и соревновательной площадкой. Здесь провели чемпионат Юга России по приготовлению пиццы. Участники не только сочинские пицца Йола, но и мастера итальянской кухни из других регионов. За процессом приготовления пиццы участниками с интересом наблюдали зрители. Они же имели возможность после дегустации дать личную оценку. А уже профессиональное мастерство оценивали авторитетные члены жюри. Работать выставка будет до 7 октября. Вход свободный. Рината Шипулина, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». «Чистый дом, чистая планета» – под таким девизом в России работает компания «Современные экологические технологии», которая на сочинской выставке презентовала «Революционный продукт – оборудование по переработке бытовых, пищевых и органических отходов». Технология переработки «Смарт» – это революционный прорыв в деле сохранения экологии, подчеркивают специалисты. Благодаря этому устройству «Смарткара» за три часа пищевые отходы сокращаются на 90%. Здесь они полностью обезвоживаются и измельчаются в зернистый субстрат. «Современные экологические технологии» – эксклюзивный дистрибьютор производителя в России. Также этот продукт используется в США, Великобритании, Германии, Италии, Швейцарии, Сингапуре и ряде других стран. Цель нашей компании – предоставить в каждый дом и в каждое производство функциональное решение. В настоящий момент мы вводим инновационный продукт на российский рынок – это оборудование по переработке пищевых и органических отходов. На российском рынке компания «СЭД» представляет две серии продукции по переработке пищевых отходов – как для производства, так и для дома, где о запахах и бактериях можно забыть. К слову, общая масса пищевых отходов в атмосфере составляет более 61% от всех отходов. Технология же переработки «СМАРТ» утилизирует пищевые отходы на месте их образования. Мы берем, ставим оборудование на производство непосредственно в месте образования этих пищевых отходов или органических отходов и оно сразу перерабатывает. На выходе получаем компост, биомассу, который можно использовать в разных значениях – как биотопливо, как добавка корма для животных и как удобрение для нашего агропромышленного комплекса. О том, как пищевые отходы превращаются в компост, подробнее готовы рассказать специалисты компании «Современные экологические технологии». Выставка «Гостиничный ресторанный «Олимп»» работает до 7 октября. Галина Моисеева, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». В рамках выставки «Гостиничный ресторанный «Олимп» повара и шеф-повара Московской сети пиццерии «Луковка» с Кракеарелла проводят мастер-классы для сочинских рестораторов. Столичная пицца «Йола», то есть специалисты по приготовлению самого популярного итальянского блюда, делятся опытом и технологией по приготовлению теста, аналогов которой в России нет. Сеть пиццерии «Луковка» с Кракеарелла – это новый взгляд на традиционный продукт. Секрет идеальной римской пиццы в сырье, рассказывают участники сочинской выставки. Главный же ингредиент – высококачественная селективная мука «Италмил», в состав которой входит столетняя закваска. Благодаря ей и получается уникальное тесто в лучших итальянских традициях. Работая на нашей муке с классическим тестом, мы получаем настоящую неаполитанскую пиццу, круглую. Как мы принято, но с настоящим хрустящим воздушным бортиком, что в Италии означает стопроцентный знак качества. Также мы используем самые лучшие градиенты, такие как рассольная моцарелла, пепперони, пармский окорок. Для того, чтобы получить самую вкусную пиццу, первое – это должно быть самое лучшее сырье. Сеть пиццерии «Луковка» является официальным дистрибьютором не только муки из кокеарелла, но и томатного соуса. Это уникальный и богатый по консистенции продукт с естественным ароматом свежих помидоров, которые в Италии получают методом смешивания томатного пюре и томатного сока. Мы хотим научить рестораторов, владельцев кафе, ресторанов, пиццерий, чтобы они у себя готовили потрясающую настоящую римскую пиццу и классическую пиццу с настоящей итальянской мукой. Мы хотим, чтобы качественный продукт был не только в Москве, но и в Сочи. Помимо того, что мы являемся дистрибьюторами компании, представляем муку, мы ставим полностью технологии, обучаем от и до. На своем стенде повара московской сети пиццерий «Луковка» с Крокеарелла лишь демонстрировали технологию приготовления пиццы. Но по многочисленным просьбам приготовили коронное блюдо, знаменитую римскую пиццу и для посетителей выставки. Все дегустаторы остались в восторге. Все, что нужно для уютной гостиницы или комфортабельного отеля, готова представить компания «Профтрейд». Специалисты предприятия помогут не ошибиться в мелочах и сделать правильный выбор. С чего начинается уют гостиничного номера? С мягких тапочек. Компания «Профтрейд» предлагает широкий выбор одноразовых тапочек, различных цветов и моделей. Ассортимент постоянно расширяется. К тому же специалисты могут нанести на товар логотип вашей компании с помощью вышивки либо печати. Здесь же несколько серий косметики индивидуального пользования и все, что еще хочет увидеть гость в ванной. Различные дозаторы, электросушилки для рук, фены, вешалки, системы ароматизации. Все от лучших производителей, проверенных годами сотрудничества. Мы отличаемся, во-первых, эксклюзивными дилерствами, которые есть только у нашей компании на территории Краснодарского края. Допустим, помимо аромамаркетинга, также мы являемся эксклюзивными дилерами по химии бытовой, которая идет для уборки сок лиан, называется компания. То есть достаточно хороший, весомый аргумент для того, чтобы с нами сотрудничать. Еще один немаловажный критерий для гостя – качество постельного белья. Компания «Профтрейд» готова предоставить белье любых размеров и рисунков. Консультанты предложат образцы материалов и готовой продукции, а также помогут сформировать заказ в соответствии с требованиями эксплуатации. Гости отеля оценят заботу о них, а владелец – отличные условия сотрудничества. У нас очень хороший объем и продаж, поэтому производители дают нам минимальные цены и максимальные скидки. Идут на уступки как для хороших партнеров, поэтому мы, в свою очередь, нашим потребителям тоже даем хорошие скидки и выгодные условия, на которых мы готовы работать. Среди наиболее популярных позиций – тележки для горничных. Их модели и комплектация также в каталогах компании «Профтрейд». Предприятие занимается и оснащением строительных объектов. Офис компании находится в Адлере, на улице Гастелло, 38А. Телефон 8-988-403-70-48. Рината Шипулина, Галина Моисеева, Николай Тихонов, телекомпания «ФКТ». По главной гоночной трассе страны проехали знаменитые спортсмены-паралимпийцы и участники фестиваля «Параарт». Сегодня в Сочи состоялся третий по счету международный полумарафон на спортивных колясках «Рецепт спорт». Подробности у Татьяны Говорковой. 400 тысяч – стоимость самой коляски, плюс колеса по 30. И это далеко не полная стоимость экипировки спортсмена. Каска, костюмы, специальные перчатки, сделанные на заказ за рубежом, и того еще несколько десятков долларов. Этот вид спорта затратный и одновременно зрелищный. Недаром спортивные коляски называют болидами. Здесь очень быстрый асфальт, очень быстрое время. Спортсмены будут разгоняться, наверное, до 40 километров в час. В гонке есть партнер, который сформировал призовой фонд. И также будут призы победителям и участникам. В этом году призовой фонд полумарафона составляет 500 тысяч рублей. Неплохая мотивация для результата. Отдельные призы организаторы предусмотрели и для других спортсменов. Новшество этого года – массовый забег на активных и, конечно же, менее резвых колясках. 200-метровую дистанцию проехали участники фестиваля «Пара-арт». После церемонии их награждения на трассу вышли полумарафоновцы. В третьем международном полумарафоне на спортивных колясках соревнуются 22 участника из России и Казахстана. Среди них 11 спортсменов-паралимпийцев, членов сборной команды России. Их задача – преодолеть 8 кругов по Сочинскому автодрому, что составляет 21 километр. Заезд по главной гоночной трассе страны для Вероники Дорониной, воспитанницы заслуженного тренера Ирины Громовой, пройдет во второй раз. В прошлом году она заняла третье место. Мы недавно вернулись в марафон московский, и я немного вредила руку. Хотела час или час хотя бы, ну час, час-час, 0,1 проехать. И не знаю, как вот сейчас получится. Но буду надеяться, что все нормально. К сожалению, ожидания Вероники, видимо, из-за травмы не оправдались. Среди женщин первыми в финишную черту пересекли Наталья Кочарова, Акжана Абдикаримова и Ирина Гуляева. В мужском разряде лидировали московские спортсмены Виталий Гриценко, Александр Гонзей и Семен Радаев. В классе Т-52 первым стал Артем Шишковский. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В Сочи состоялся 30-й международный турнир под дзюдо «Мемориал Героя Советского Союза Мартироса Нагуляна». В нем приняли участие более 400 дзюдоистов из 15 регионов России и стран ближнего зарубежья. Герой Советского Союза Мартирос Нагулян на фронте в жестоких боях показал себя как летчик высокого класса. 6 апреля 1945 года в Польше при выполнении боевого задания он погиб. Нагуляну посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем в родном Адлерском районе названа и улица, и памятный спортивный турнир, который дал хороший старт для спортивного сезона, ведь впереди в ноябре первенство России под дзюдо. Среди почетных гостей Михаил Ибольников, победитель первенства Европы и мира, чемпион юношеских олимпийских игр, член сборной команды России, а также Руслан Кишмахов, участник олимпийских игр, чемпион мира по самбо и дзюдо. В индивидуальном зачете со шесть сильнейшие борцы-юноши. В победители удалось выбиться сочинцам Алену Антоняну и Георгию Угрихелидзе. Отличились и представители Туапса из Ставрополя. Вслед за юношами в борьбу включились и юные дзюдоистки. Здесь удача улыбнулась сочинкам Анастасии Бажок и Василисе Воронцовой. Отличными результатами могут похвастаться и представительницы команд Новороссийской и Донецкой Народной Республики. В командном зачете сочинская сборная взяла уверенное золото. Второе место у сборной Ставрополя, третье у сборной ДНР. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеши. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok